В этом году Международный легкоатлетический турнир знакомых губернаторов Волгоградской области отметил свой 15-летний юбилей. В разные годы в нем принимали участие звезды мировой величины. Постоянно на этих состязаниях устанавливались всевозможные рекорды. И в нынешнем году не обошлось без участия зарубежных гостей, легкоатлетов многих и многих регионов Российской Федерации. Нам очень приятно, что эти соревнования проходят накануне той выдающейся даты, 2 февраля, это день победы Сталинградской битвы. Особенный, конечно, и год 2015, потому что мы будем все отмечать Великую Победу, Великой Отечественной войне, 70-летие Великой Победы. Поэтому, я думаю, это налагает особый вот такой вот отпечаток на все сегодняшние соревнования. Ну и, конечно, очень приятно, что Волгоград-то славен именно вот легкой атлетикой, что здесь действительно выдающиеся люди. И в том числе сегодня трое выдающихся спортсменов, они присутствуют здесь, и Таня Лебедева, и Лена Сембаева, и Лена Свисаренко. Это тоже дополнительный такой вот импульс всему соревнованию, бесспорно, придает. Ну и, конечно, мы очень надеемся, что новые звезды, звезды Волгоградского спорта, звезды легкой атлетики Волгоградской появятся вот на этих соревнованиях. Соревнования уже в 15-й раз, и у нас в этом году была большая проблема. Мы могли до конца думали, входить в календарь или не входить, отказываться. И вот если бы мы отказались, это был бы в том числе удар по болельщикам, потому что они привыкли уже, зная, что в январе, где-то в это примерно в конце января происходит какой-то турнир, который, ну, такая вот, ну, есть вот уже привычка. Мы хотим воспитать эту привычку, а привычка воспитывается именно, когда это происходит систематически. Поэтому, несмотря на все условия, трудности, мы, можно сказать, турнир состоялся, спортсмены приехали, и погода замечательная. Итак, состязания открыты. Впереди борьба в различных видах королевы спорта. Всего разыгрывалось 12 комплектов медалей, 7 в мужской части и 5 в женском потоке. Понятно, что заполнившие до предела трибуны зрители, из Волгограда в основном, особенно пристально следили за выступлениями своих земляков, при этом не забывая поддерживать их. В беге на 200 метров у мужчин первым филишную черту пересек волгоградец Вячеслав Колесниченко. Серебряная медаль в тройном прыжке у Виталия Павлова, воспитанника тренера Юрия Кудряшова. В своей лучшей попытке он улетел на 15 метров 52 сантиметра. Показатель неплохой, но не позволивший потеснить с первой позиции азербайджанца Назима Бабаева. Бакилис прыгнул на 16 метров 20 сантиметров. Очень интересная картина наблюдалась в секторе для прыжков в шестом у мужчин. В этом виде соревновательной программы мы рассчитывали на успех Антона Ивакина и Артема Бури из Волгограда, но никто не сбрасывался с счетов и краснодарца Александра Грипича. Вот как раз между ним и нашим Ивакином развернулась битва за чемпионский трон. Здесь удача оказалась на стороне спортсмена из Краснодара, который, как и наш шестовик, впрочем, покорил планку на высоте 5 метров 70 сантиметров, но с первой попытки. А вот в Волгоградске прыгун затратил на одну попытку больше. Надо заметить, что достигнутый обоими спортсменами результат является третьим в мире, а это серьезный аргумент. Артем Бури стал бронзовым призером Кубка губернатора у шестовиков. В мужском забеге на 400 метров, установив новый рекорд этих соревнований, выиграл бегун из Перми Алексей Кёник. Эту дистанцию он преодолел за 47,15 секунды. Радовался своей победе в прыжках длиной и москвич Павел Шалин 7 метров 93 сантиметра. Соперники, хочется отметить, все очень сильные. Это практически чемпионат России, потому что такой же состав, я уверен, будет и на чемпионате России. Единственные, конечно, будут еще ребята сильные тоже. Я ехал в Волгоград, конечно же, на победу, потому что с другими мыслями нельзя выходить на соревнования только с победой. А результат я очень доволен. В споре спринтеров среди мужчин быстрее всех 60-метровку пробежал Максим Половинкин из Пензии. У женщин в тройном прыжке, как и прогнозировалось, лучшей с результатом 14 метров 68 сантиметров стала именитая хабаровчанка Екатерина Конева. На остальных ступенях подиума расположились в Волгоградке Анастасия Потапова и Олеся Тихонова, замкнувшая тройку сильнейших. Медаль бронзового достоинства в копилку спортсменов Волгоградской области внесла Ольга Товарнова, промчавшаяся 400 метров за 53,45 секунды. Порадовала своим рекордом и студентка Волгоградской академии физкультуры прыгуней в высоту Мария Кучина. В одной из попыток она установила лучший результат зимнего сезона в мире – 1,96 метра. Было нелегко и непросто. Видно, что форма еще моя далеко не лучшая. Подготовка только сейчас идет. Этот старт был одним из плановых к подготовке чемпионата Европы. По окончании турнира стало понятно, что Волгоградские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые медали.